«Пасха наша, Христос, заклан за нас». Другими словами, Павел здесь говорит, что Ветхозаветная Пасха в Египте является всего лишь прообразом, предначертанием того, что было достигнуто жертвенной смертью Иисуса на кресте. Христос является истинной Пасхой. Именно Его кровь, кровь Иисуса, а не кровь Пасхального Агнца, приобрела нам вечное искупление. Однако, в том, как Израиль был наставлен поступить кровью Агнца, имеется чудесный для нас пример. В Откровении 12 глава 11 стих. «Они победили Его». Кто это они? «Они — это люди, подобные вам и мне, верующие в Иисуса Христа». Кто это Он? Да, это Сатана. Это очень важно. Видите, здесь говорится о том, что между нами и Сатаной будет непосредственный конфликт, и никого между ними, между нами. «Люди победили Его». А затем мы читаем, как же они победили. Кровью Агнца и словом свидетельства Своего. Также сказано, какими людьми они были. «Не возлюбили души Своей даже до смерти». Одним словом, это были очень преданные люди, полностью посвятившие Себя Иисусу. Сатана боится только таких, полностью посвятивших Себя христиан. Что имеется в виду под фразой «не возлюбили души Своей даже до смерти»? Имеется в виду, что для них оставаться в живых не было самым главным. Самым главным было исполнить волю Божию, независимо от того, останутся они в живых или нет. Оставаться в живых не было для них самым главным. Важнее всего была преданность Господу и исполнение Его воли. «Мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что говорит Слово Божье о действии крови Иисуса в нашу пользу». Повторю это еще раз. «Мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что говорит Слово Божье о действии крови Иисуса в нашу пользу». Вместо того, чтобы просто оставить вам это для запоминания, я предлагаю его повторить вслед за мной. Хорошо? Чтобы это отпечаталось в вашем уме. Не повторяйте одновременно со мной. Я буду говорить фразу за фразой. А вы после меня. Хорошо? Готовы? «Мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуют о том, что говорит Слово Божье о действии крови Иисуса в нашу пользу». А теперь я покажу вам, как это конкретно делать. А фраза за фразой. А вы скажете «после меня», но не в начале со мной. Хорошо. «Кровью Иисуса я был искуплен из рук дьявола». Неплохо. А теперь давайте скажем это вместе. Хорошо? «Кровью Иисуса я был искуплен из рук дьявола». «Хожу во свете. Кровь Иисуса очищает меня сейчас и постоянно от греха». Понимаете, почему я говорю это «сейчас»? Потому что я хочу, чтобы это было здесь и сейчас, прямо сейчас. И не только сейчас, но начиная с этого момента. Все время, пока я буду ходить во свете. Хорошо? Будете повторять вслед за мной. «Пока я хожу во свете». «Кровь Иисуса Христа очищает меня сейчас и постоянно от греха». Хорошо. Давайте посмотрим, получится ли у нас вместе. «Пока я хожу во свете». «Кровь Иисуса Христа очищает меня сейчас и постоянно от греха». Значит, давайте скажем. «Кровь Иисуса я оправдан, освобожден, признан невиновным, считаюсь праведным, являюсь праведным, как будто я никогда не согрешил». Хорошо? Сначала повторяйте вслед за мной. «Освящен, отделен от греха, посвящен Богу, сделан святым, святостью самого Бога». Не уверен, что я могу заполнить это, но постараюсь. Теперь повторяйте за мной. «Кровью Иисуса я освящен, отделен от греха, посвящен Богу, сделан святым, святостью самого Бога». Мы скажем, «Господь Иисус, когда мы принимаем Твою кровь, то в ней мы принимаем Твою жизнь, жизнь Божью, божественную, вечную, бесконечную жизнь». Благодарим Тебя, Господи. «Благодарю Тебя, Господи, что даже когда я не могу молиться, кровь Иисуса умоляет за меня на небе». «Благодарю Тебя, Господи, что даже когда я не могу молиться, кровь Иисуса умоляет за меня на небе». «Аминь». И, наконец, посредством крови Иисуса у нас есть доступ. «Благодарю Тебя, Господи, что благодаря пролитой крови Иисуса у меня есть доступ в Твое присутствие во святая святых Вселенной». Позвольте мне закончить повторением семи аспектов. Их можно было бы перечислить в ином порядке, но мне кажется, что это вполне логично. Искупление, очищение, оправдание, освещение, жизнь, ходатайство и доступ. Семикратное окропление, приносящее нам семь различных результатов. Но помните, мы побеждаем сатану кровью Агнца и чем еще? Словом нашего свидетельства. Давайте скажем это вместе и на этом закончим. Но не забудьте прибавить, что мы не возлюбим своей души до самой смерти. Хорошо? Вы со мной? Мы побеждаем сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства и не возлюбим своей жизни до смерти. У нас один выход. В свете всего сказанного нам остается только хвалить Бога. Если мы не хватим его, мы не верим. И так, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Продолжение следует...